мы окончили прошлый семинар о том что определили что такое полупрямое произведение то есть когда у нас есть две группы автопорожения одной автоматизм другой то на множестве пар элементов таких групп можно определить операцию умножения которое будет соответствовать всем групповым правилам вот это так сказать внешняя конструкция а внутри конструкцию нас выглядит следующим образом есть группа же не есть нормальная подгруппа n а также есть подгруппа h причем же фактор и заморка h а группа шлем не пересекается каким-то нетривиальным элементом вот в этом случае поскольку н нормальная то группа h действуя на ней сопряжениями дает нам гомоморфизма дает нам гомоморфизм в автоматизме собственно все получается также как было и для нашего полупрямого произведения которое мы записали определение что у нас с этой конструкции вообще говоря происходит какие мы уже знаем полупрямое произведение что мы можем посмотреть пример нетривиальный полупрямое произведение ну первое заметим что всякое прямое произведение она тоже является частном случае полупрямого произведения просто в этом случае гомоморфизм h в автоматизме н будет тривиальным поскольку если у нас есть прямое произведение групп то элемент второй группы сопряжение действует на первой группе тривиально они все коммутируют вот какие есть примеры когда полупрямое произведение нетривиально ну рассмотрим диэнтральную группу до диэнтральная группа у нас порождена элементами r и s r порядка n с порядка 2 в ней есть нормальная группа z по nz циклическая порожденная элементом r фактор группой диэнтральной нашей это будет группа порядка 2 группа порядка 2 у нас она единственная циклическая так заметим что в диэнтральной группе есть элемент порядка 2 который не лежит в нашей группе скажем мы можем рассмотреть группу h которая порождена элементом h видим что все условия конструкции выполнены есть нормальная группа есть значит фактор изоморфин некоторой группе в данном случае z по 2z есть группа изоморфная фактору и эти группы h и n не пересекаются получаем что диэнтральная группа она является полупрямым произведением циклическая группа порядка n на циклическую группу порядка 2 автоморфизм в этом случае будет задаваться простым образом просто мы переводим r в r минус 1 потому что сопряжение у нас отправляет проворот в противоположный другой пример такой конструкции это симметрическая группа ну вообще говоря для произвольного n симметрической группы особо не разбежишься потому что там нету нормальных подгрупп практически за одним исключением есть у нас подгруппа а и н чему равен фактор по этой группе фактор по этой группе тоже имеет порядок 2 как в предыдущем случае то есть это циклическая группа порядка 2 есть в группе sn какие-то элементы порядка 2 которые не лежат в n просто транспозиция h это будет z по 2z рожденная например элементом 1 2 смотрим опять у нас выполнены все условия есть нормальная подгруппа такая что факты группе по этой морфин не в подгруппе h в данном случае опять же подвозить такой что эта группа не пересекаются с группой вот вместе они опять все порождают и имеем структуру полупрямого произведения ну какой у нас будет в этом случае автоморфизм тот то есть артист который задается сопряжениями на транспозицию 1 2 вот давайте теперь стран чего-нибудь самостоятельно у нас было были задачи 12 про полупрямые произведения для группы с 4 d4 нетривиальные кто этих решил давайте с первой начнем да не обязательно все помнят что такое группа крейна в в в в 4 в такая вот галка можно да накладываться призванность посмотреть действительно это не надо мы же это все уже разбирали но накладываться мы это могут спросить в любой момент оказывается что в данном случае я и я у нас этого 4 да так это называется небольшая описка а что это за уж как мы эту группу знаю это с 3d это с три группа и стрема свои 4 не пересекаются в данном случае потому что с три у нас все элементы порядка 2 это одна транспозиция в 4t партназ позиций вот значит то что фактор с 4 по 4 равен с 3 мы знаем что есть вы должны знать по крайне не менее как то . крайней мере. Получаем, что у нас, как в предыдущих случаях, есть нормальная подгруппа. Фактор по этой подгруппе и заморозный какой-то другой подгруппы, которая с ней не пересекается. Мы имеем конструкцию полупрямого произведения. Вначале нормальный, да. Или можно понять, что это видоморфенофакторы для отгруппы отгруппы 1,2, куда она попадает, какой ее смежный квадратик. Да, можно и так посмотреть. Ну, это там 1,2, 4,4, потом цикл 2,4. Ну, и цикл 2,4. Это правда. А какое вот здесь у нас отображение из S3 в автоморфизм V4? Как S3 действует на V4 в данном случае? Не, не четверка. У нас вот, когда есть конструкция полупрямого произведения, то в этом случае группа, которую мы обычно обозначаем H, в данном случае это S3, отображается в группу автоморфизма V4. То есть есть отображение S3 в автоморфизм V4. Как устроено это отображение? Любовь в любое. Это перестановка этих трех элементов. Это и есть S3 на самом деле. То есть здесь просто мы отображаемся изоморфно на эти автоморфизмы. Транспозиции в S3 у нас переставляют пару таких элементов, цикл в длину 3 крутит их по кругу. Ну, а в общем случае мы помним, что при такой конструкции, когда мы H и N находим внутри группы явно, H действует на N с сопряжением. Несложно проверить, что вот сопрягая вот этим элементом, этот элемент останется на месте, эти два поменяются местами. Если мы возьмем цикл в длину 3, то он будет крутить их. Вот. Хорошо. А теперь про группу D4. Группа D4. Какие у меня есть нормальные подгруппы? Повороты есть. Но случай поворотов мы уже разобрали ранее. Это действительно нормальная подгруппа, и мы в D4 можем представить в виде полупрямого произведения циклической группы, в данном случае порядка 4, на циклическую группу порядка 2. А какие есть еще нормальные подгруппы? Е и G2. Какие? Е и G2. То есть, сморка С2. А здесь еще Е, G2, С2. То есть, тоже 6. Вот мы можем ввести образующие, да? Держи порядка 4, С порядка 1. Утверждается, что R квадрат, да, вот такая вот группа. Это циклическая группа порядка 2. Даст ли там такая нормальная подгруппа конструкция полупрямого произведения? Почему равен фактор D4 по такой группе? Ну, R и S и еще чего-то. Это смежные классы. R, S, R, S. А вопрос, как абстрактная группа, почему она изоморожна? z по 2z в квадрате, да. Потому что может просто явно выписать это действие. То есть, D4 фактор по z по 2z это изоморфка z по 2z в квадрате. Обычно, кстати, z по 2z в квадрате, в случае, если она не лежит в каких-то группе перестановок, ее группой крейна не называют. То есть, группа крейна, это все-таки зафиксирована скорее именно вот для такой вот штуки. Дает ли нам это полупрямое произведение? Есть ли в группе D4 под группой изоморфной z по 2z в квадрате, которые не пересекаются с элементом R квадрат, не содержат? Всего 8 элементов, да. И она не должна содержать элементы R квадрат. Бывает ли такая подгруппа? Ну, такого не может быть, потому что она не... Если есть R, то есть R квадрат, то R в квадрате не может? R нету, R квадрат нету, R в кубе нету. А здесь R нет вообще? Да, остаются какие-то симметрии. Да, это мы не наберем. Так мы 4 элемента не наберем, потому что 3 любые симметрии уже порадят на всю группу. Вот. А есть ли... Хорошо, здесь мы поняли, что вот таких вот подгрупп, которые не содержат, R квадрат нет. А которые содержат R квадрат, есть такие подгруппы? Z по 2z в квадрате. Наверное, как вообще все повороты? Ну, все повороты мы рассмотрели ранее уже. И это не Z по 2z в квадрате, это группа порядка 4 Z по 4z. А это не все? В смысле, группа циклическая будет порядка 4. Не все порядка 4. Да. А, ну, прорубленная R квадрат и S. R квадрат и S. Отличная группа, да? Группа R квадрат и S имеет порядок 4, и не является циклической. А чему равен фактор такой группе? Просто Z по 2z, потому что любая группа порядка 2, она циклическая. А фактор идет в порядка 8, а группа порядка 4. А есть ли вот в этой группе у нас, значит, какая? Давайте я фиксирую. R квадрат и S, да? Нормальная группа, да? А есть ли группа порядка 2, которая пересекается с ней по тривиальному элементу? Точно? Вот какие элементы вообще в этой группе не лежат? Какие у них порядки? R не лежит. Но R имеет порядок 4, и еще кто-то не лежит. А R в кубе тоже имеет порядок 4, да? Кто еще в ней лежит в этой группе? А может, это было 5, да? Да, да. Какие у нас элементы есть помимо R, R квадрата, R куба и S? Ну, а также R квадрат S. Произведение. RS, например. Вот такой элемент. Какой он имеет порядок? Почему он больше, чем 2? RS это симметрия. У нас же как бы просто вот в это, из этого соотношения, да? Мы можем там множить слева и справа на R, а R S на RS равняется 1. У нас в диэдральной группе как бы все элементы, кроме тех, которые лежат вот в этой нашей циклической группе, Z, PNZ, они все имеют порядок 2. Соответственно, мы можем рассмотреть группу N, прожденную R квадрат S, и взять группу H, прожденную элементом RS. Эти группы не будут пересекаться. фактор G по N будет изоморфен, соответственно, H, ну и N будет нормальный, а H будет действовать на несопряжение. Вот такая конструкция. как мы до этого дошли? Ну, мы искали вообще нормальную группу, мы начали посмотрели на циклическую группу порядка 4, которая была нормальная, потом подумали, а что будет, если рассмотреть циклическую группу порядка 2, получили, что там полупрямого произведения не получится. Потом мы рассмотрели, какие бывают еще нормальные подгруппы и нашли подгруппу такого вида R квадрат S. Можно, кстати, взять и R квадрат RS. Она тоже была бы нормальная, и там тоже была бы конструкция полупрямого произведения. А дальше мы говорим просто, что да, вот N такая, H такая. Все условия, которые были ранее здесь записаны, она всем удовлетворяет вот все у нас хорошо. Ну и последний вопрос, а как у нас группа H действует на группе N? Какие автоморфизмы? Ну, N это у нас... Действуем H на N. N у нас Z по 2Z в квадрате. А автоморфизм Z по 2Z в квадрате, как мы помним, это у нас будет S3. Соответственно, как у нас H отображается в эту группу автоморфизмов? Ну, вся S3 не получится, понятно. Вот. Ну да, вот у нас есть элементы r2s, r2s и r2s. Что будет, если мы сопряжем их элементом rs? Мы же не умножаем, мы сопрягаем. Здесь есть вот такой толпы. Ну здесь вот у нас есть три элемента порядка 2. Вообще говоря, мы можем их переставить абстрактно, если бы это не было действием сопряжения, мы могли бы переставить их любым образом. В данном случае у нас как бы есть действие сопряжения. А действие сопряжения у нас как минимум оставляет центр на месте, а r2 — центр группы. r2 она оставляет на месте, а, соответственно, поскольку произведение не прямое, r2s и r2s мы должны менять местами. Вот такое вот действие. Можно это проверить непосредственно с отражениями. А можно как бы обратить внимание, что у нас группа автоморфизмов — это s3, а если у нас есть нейтралинальное отображение циклической группы порядка в s3, ну то оно более-менее одно. то мы отображаемся в какую-то траспозицию. В данном случае это траспозиция s и r2s, потому что r2 на месте состоится. Вот так. Ну ладно. Давайте. Да. Нет, это правда. Давайте продолжим. про q8 кто-нибудь разобрался. У нас должен быть хотя бы один другой элемент, если я не имею в виду единичка, ну, вот, вот, у нас есть группа q8, группа кватерниона, да, плюс минус 1, плюс минус i, плюс, так это g было, i, плюс минус g, и плюс минус k. Значит, что утверждается? Если у нас там в нормальном подгруппе мы проверим, что лежит там единичка, а если это не минус единичка еще лежит, то это должна быть какая-то там и, 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 значит, должна быть минус единичка. Первое, что мы утверждаем, что минус 1 всегда лежит в любой подгруппе q8, нетривиально. Да. Утверждение, что если есть группа n, то n содержит минус 1. если в нем содержится еще какое-либо, ну это значит, что, точнее просто, если у нас есть какой-то ижи или к, это сразу то, что группа будет не нормальная, потому что она не будет коммутироваться с другими людьми? Нет. Почему? Если у нас есть ижи или к, то у нас будет группа порядка 4 в группе порядка 8. Группа порядка 4 в группе порядка 8 нормально всегда, у нее индекс 2. Можно просто случай поразбирать. Показать то, что везде пресечения нетривиально. Можно поразбирать случай. Давайте посмотрим, что i, что g, что k, что минус i, минус g, минус k, все они порождают в группе порядка 4. Предположим, пусть, значит, пусть что? Пусть n это z по 4z, например, порожденный элементом n. Да? Что дальше можно сказать? Чему равен фактор g по n? z по 2z. Но ранее мы заметили, что у нас, вообще говоря, элемент, который порядка 2, единственная в группе, которая не уносит, он этой группе и так уже принадлежит. Значит, действительно, фактор равен z по 2z, но группу изоморбленного z по 2z, которая не пересекается с группой n, мы найти не можем. Значит, верно, пересечение по n? Получается, что у нас пересечение. Проблемы. Точно так же другой случай, который у нас бывает, если это не группа порядка 4, то что получается? Что n просто равно z по 2z, которая является в данном случае порождённая плюс-минус единицей. В этом случае у нас какой фактор? z по 4 это или порождённые боги или порождённые только во всех этих случаях приесечение неприятного? Фактор только... Нет, пока... Стоп, стоп, стоп. Фактор у нас будет, если мы квадридеоны факторизуем по центру, что мы получим? z по 2z в квадрате мы получим. g по n это z по 2z в квадрате. Почему это так? Ну, как минимум, потому что квадрат всякого элемента, отличного от плюс-минус единицы, как раз равен той самой минус единице. Следовательно, в факторе элементов порядка 4 нет. Все элементы имеют порядка 2. Фактор g по n это будет z по 2z в квадрате, а таких подгрупп в квадридеонах просто нет. Собственно, так мы видим, что как бы не всё коту масленицы. Даже условие про то, что n и h не должны пересекаться, оно очень существенно. Потому что вот для такой группы у нас фактор действительно был из-за z по 2z. Такая подгруппа нашлась в q8, но проблема в том, что она оказалась внутри нас. Так нельзя сказать, что у нас минус единица будет лежать в любой подгруппе? Ну, можно сказать, что минус единица будет лежать в любой подгруппе. Не из-за одного элемента. Не из-за одного элемента. Это важное первое наблюдение, но надо же после этого ещё что? Посмотреть на факторы. С другой стороны, мы знаем, что фактор имеет, он у нас… Нет, если любая подгруппа, которая не реальная, то есть которая не один элемент, и минус единицы, любые подгруппы будут пересекаться под минус единицы. А, кстати, да, я понял, я понял, да. Идея альтернативное доказательство состоит в том, что, в принципе, если у нас вообще есть две любые подгруппы в q8, то они нетривиальные, то они пересекаются по минус единице. отсюда достигается сразу, что не бывает не пересекающихся нетривиальных подгрупп. Да, кстати, хорошо, это правильно, это здорово. Вот. В принципе, мы на самом деле можем посмотреть все возможные группы порядка восемь, которые являются полупрямым произведением. Давайте для закрепления поймём, что у нас получается. значит, у нас есть какие группы? У нас есть z по 2z, группа порядка 2 бывает, а группа порядка 4 бывает, z по 4z и z по 2z в квадрате. Для этих групп у нас есть автоморфизмы. Для z по 2z автоморфизмы у нас будет тривиальная. Для z по 4z это будет z по 2z. Для z по 2z в квадрате это будет s3. Если мы хотим рассмотреть полупрямое произведение одной из этих групп на другую, то должно быть отображение в автоморфизме. Соответственно, если нормальной группой будет z по 2z, то она имеет тривиальный автоморфизм, а следовательно, любое произведение полупрямое z по 2z на все что угодно у нас всегда является прямым. Поэтому здесь у нас получится кто? z по 2z на z по 4z с одной стороны, с другой стороны z по 2z на z по 2z в квадрате, то есть z по 2z в кубе. Если мы рассмотрим полупрямое произведение группы порядка 4 на группу порядка 2, то помимо прямых произведений, которые мы рассмотрели раньше, у нас еще есть два полупрямых произведения, которые соответствуют чему? Нетривиальному отображению группы z по 2z сюда и нетривиальному отображению сюда. Но как мы знаем, что z по 4z полупрямая на z по 2z не тривиально, обычно здесь пишут этот гомоморфит. Это у нас будет d4 в то же время z по 2z в квадрате полупрямую на z по 2z это тоже будет d4. Мы видим, что как мы полупрямую не перемножаем группу порядка 2 на группу порядка 4 или группу 4 порядка на 2 у нас все время получается либо какое-то прямое произведение являющейся агрегруппой, либо диэдральная группа порядка 8. Соответственно, если мы вспомним все группы порядка 8, которые у нас есть, то окажется, что две из них в виде нетривиального полупрямого произведения не представляются. Это, собственно, циклическая группа порядка 8, и это группа по 8, про которую мы тоже обратили внимание, что она полупрямым произведением не является. Вот. То есть, конструкция хорошая, но не универсальная. Давайте посмотрим, а какие бывают полупрямые произведения группы порядка 5 на группу порядка 4. кто-нибудь решил эту задачу? До этого мы смотрели на внутреннюю конструкцию. У нас была группа, и мы искали в ней пару групп, которые удовлетворяют соответствующим условиям. Как там теперь понять, что у нас даны две группы внешние? Мы хотим понять, какие у них бывают полупрямые произведения. Рассмотреть гомоморфизмы. Посмотрите, у нас есть автоморфизмы группы z по 5z. Что это такое? Это просто z по 4z. Какие у нас бывают отображения z по 4z в z по 4z? Ну, какие? Сколько бывает различных гомоморфизмов z по 4z в z по 4z? Вроде 2. 2 Вроде 2. это какие? Ну, умножение ну, умножение на тройку и тождественное. Умножение на двойку, тождественное. На самом деле, еще можно вообще все обнулить, в ноль загнать. То есть, пусть у нас здесь есть порождающая, назовем ее, не знаю, а здесь порождающая это b. Тогда куда может перейти а? а может перейти в b, а может перейти в b квадрат, а может перейти в b в кубе, а может перейти в единичку. Четыре гомоморфизма есть. В принципе, мы же в какой-то момент даже разбирали гомоморфизм между обелевыми группами. Там было такое утверждение, что-то там мы раскладывали по примарным компонентам и так далее. В принципе, более-менее понятно, что эти гомоморфизмы, этих четыре, ну, вообще говоря, принципиально различных из них три. Потому что вот эти два, они задают изоморфизм групп. Просто мы отображаемся на всю группу, b и b в кубе имеют порядок четыре. То же, имея время отображения а, b квадрат, уже образ является не всей группой автоморфизмов. а если мы отобразимся на единичку, то это у нас будет, соответственно, тривиальное отображение просто. Если есть отображение такое, если z по 4z, в автоморфизме z по 5z отображается тривиально, какая группа получается в итоге? чем является полупрямое произведение, если образ нашей группы, которая должна быть нормальная, является единичкой в автоморфизмах другой группы? z по 5z просто получиться не может, у нас же должна получиться группа порядка 20. Рост произведения. Если образ один, то это полупрямое произведение является прямым. Такую группу мы прекрасно знаем, это z по 20z. нет. Однако, как только у нас образ становится нетривиальным, то... Почему если образ тривиальный, то получается z по 4z? Почему применять это? Ну, как у нас правильно в полупрямом произведении, когда мы смотрели внутреннюю конструкцию? У нас вот этот гомоморфизм в группу автоморфизмов он у нас задавался действием с сопряжениями. Здесь у нас получается что? Что для группы H любой ее элемент сопряжениями оставляет любой элемент N на месте, то есть коммутирует с ней. Всякий элемент группы H коммутирует с группы... всяким элементом группы N. То есть они коммутируют между собой, а значит произведение прямое. Вот. То есть когда для полупрямого произведения наш образ будет тривиальный, то оно становится прямым. Что происходит, если образ zp4z совпадает с автоморфизмами? видели ли мы уже где-то такую группу? группу? Нет, это пока что сопряжение не в обратном элементе это будет вот здесь, а здесь другое. Это группа, которая возникала на прошлом семинаре. На самом деле посмотрим в S5 есть такая подгруппа порожденный элементом 1, 2, 3, 4, 5 и элементом порядка 4, 2, 3, 5, 4. Помните, мы искали нормализатор группу порожденным 1, 2, 3, 4, 5 выяснили, что он имеет порядок 20 и он порожден двумя такими элементами 1, 2, 3, 4, 5 и 2, 3, 5, 4. Соответственно группа имеет порядок 20. При действии сопряжениями вот этого элемента на это, пусть это будет n, пусть это будет h. Если мы рассмотрим h, n, h-1, то получится n квадрат. мы видим, что соответственно z по 4z порожденный h отображается в автоморфизме n на весь образ. Потому что n в n квадрат если сопряжем еще раз получится n в 4 сопряжем еще раз получится n в 8 то есть n в 3 и наконец после 4 только сопряжения мы вернемся назад. Получится снова элемент n. получается вот такая вот группа порядка 20. С другой стороны есть еще один случай это вот в этих двух случаях никакого специального названия эта группа там не имеет просто полупрямое произведение полупрямое произведение для вот такого атоморфизма. пусть это будет фи а вот это будет пси допустим. То есть здесь это z по 5z полупрямое относительно фи на z по 4z. Ничего больше мы сказать не можем. Зато мы нашли какую-то группу которая изоморфна. уже хорошо. А вот если мы рассмотрим полупрямое произведение z по 5z на z по 4z относительно пси. ну опять же мы знаем что это группа неабелева неабелева групп порядка 20 да еще и с элементами порядка 4 и 5 мы сходу особо-то много не узнаем. Вот вопрос будет ли эта группа изоморфна например вот этой группы мы же видели на примере группы нашей диэдральной d4 что она может при полупрямых произведениях представляться не единственным образом. А верно ли что вот эта вот группа z по 5z на полупрямое z по 4z относительно отображения пси где а переходит в b квадрат то есть сопряжениями элемента из группы h элемент группы n переводится в противоположный на самом деле. будет ли такое действие изоморфна той которая была справа или наоборот циклическая может быть порядка 20 циклическая она не может быть потому что она абелева z по 2z а эта группа явно не абелева давайте поймем в ней про порядки элементов да вот здесь есть элементы порядка 20 а здесь мы знаем что все элементы имеют порядок 5 или порядок 4 просто потому что мы вкладывали перестановки в s5 там не бывает порядка 10 элементов порядка ну элемент порядка 2 там бывает понятное дело 2 4 и 5 а вот какие порядки элементы здесь ну давайте рассмотрим здесь порождающий н здесь порождающий h и мы помним что у нас условия так n h и h в минус 1 равняется n в 4 это как раз в условии того что это psi то тогда чему равняется h квадрат n h в минус 2 почему n в 4 потому что h отображается в автоморфизм в элемент порядка 2 элемент порядка 2 в автоморфизм циклической группы это отображение элементов противоположных для n противоположных элементов н 4 потому что n имеет порядок 5 почему в 64 если мы разведем n в 4 степень получится в 4 а если мы n в 4 разведем в 4 степень у нас получится n в 16 а n в 16 по модулю 5 это 1 это n но и логично вообще говоря потому что у нас h должен был задавать автоморфизм порядка 2 значит h квадрат задает тривиальный автоморфизм какой отсюда вывод отсюда вывод такой что здесь у нас элементы n и h все степени n и степень h коммутировали между собой в этом случае у нас наоборот n и любая степень h не коммутировали потому что образующие здесь каждый элемент попал сюда в нетривиальный элемент а коммутирует с группой n только те кто попадает в тривиальный элемент здесь у нас часть элементов а именно h и h в кубе не будут коммутировать с n потому что их образ будет b квадрат а часть элементов а именно h квадрат и тривиальный будут с n коммутировать значит мы можем просто рассмотреть элемент который является произведением h квадратная и чему будет равен его порядок почему какой у нас порядок m h 4 а уж квадрат 2 мы взяли два коммутирующих элемента порядка 2 и 5 как у 10 он же коммутирует порядок 10 вот что мы получили смотрите мы получили что здесь есть элемент порядка 10 а здесь такого элемента нет значит та группа которая здесь получилась точно ей неизоморфом таким образом вообще говоря гомоморфизм вот этот вот из группы которую мы обычно называем ашемофтоморфизма он вообще говоря очень важен мы сейчас брали две одни и те же группы порядка 5 порядка 4 смотрели на их полупрямое произведение и получились три различных штуки вот что еще можно сказать давайте да вспомним еще такой вот вопрос у нас была задача у нас была задача такая надо было построить группу порядка 27 в которой во-первых не Абелева во-вторых в ней есть элемент порядка 9 вот вот как это сделать вот может по прямой произведение Z9 вот да давайте рассуждать группу порядка 27 не Абелева есть элемент порядка 9 значит если есть элемент порядка 9 это будет G назовем если есть элемент порядка 9 значит есть подгруппа порядка 9 это подгруппа я уже обозначил букву 0 m потому что она нормальная почему эта подгруппа будет нормальная но просто вот правильно потому что это подгруппа наименьшего простого индекса если мы видим какой-то группа 27 она нормальная всегда группа 25 это группа наименьшего простого индекса на лекциях это не доказывали Нет. Значит, это будет домашнее задание. Так. Ну, либо я напишу вам доказательство, чтобы оно было. Потому что это важное утверждение, которое надо постоянно пользоваться. В принципе, я даже вынес его в домашнее задание на первую страницу. Его и там теоремы силы будут какие-то конструкции. Что мы знаем? Мы знаем, что фактор g по n у нас это z по 3z. Ну, если мы возьмем прямое произведение z по 9z на z по 3z, то мы получим абелевую группу. Она нужна неабелева. С другой стороны, мы знаем, что у нас есть автоморфизмы. Извините, можете повторить ключевое утверждение? Ключевое утверждение? Да. Подгруппа наименьшего простого индекса в конечной группе всегда нормальная. группа автоморфизма z по 9z. Это что такое? Это z по 6z. Почему z по 6z? Помним про функцию игру. В данном случае у нас есть 9. Для девятки у нас есть 6 элементов, которые меньше него, и которые взаимно просто с девяткой. Соответственно, мы можем выбрать образующую эту группу шестью способами. Автоморфизма это z по 6z. Ну, а если есть z по 6z, значит, у него можно z по 3z нетривиально туда отобразить. Пусть фи, это отображение z по 3z нетривиально в... Я так напишу, что это вложение. Автоморфизма z по 9z. Тогда мы можем просто посмотреть полупрямое произведение. z по 9z полупрямая относительная стимуляция на z по 3z. Абелевой эта группа не является, потому что вот эта группа с сопряжениями действует на z по 9z нетривиально. Порядок 27 она имеет, подгруппу порядка 9 она тоже имеет. То есть просто с помощью этой конструкции мы можем строить какие-то примеры. Ну и причем какие-то группы просто удобно описывать в таких терминах. Ну, давайте теперь разбираться, что помимо каких-то явных построений, что у нас еще может возникать. Задача номер 5. Про группу порядка 15. Да. И так мы говорим, что у нас есть. Во-первых, у нас есть сила ваша группа, сила скажет, группа АШ. Ну, боремся за то, что мы не будем порядка 15. Ну да, но мы не боремся, пусть у нас есть группа порядка 15. Тогда вы считаете, что есть две силовские группы? Одна, одна, одна. В данном случае вот эта вот решетка, диезика, это означает порядок. Ну, то, что мы обычно модульным ставим или... Ну, можно по всякому написать. Мы что делаем? Что сейчас произошло? Мы, воспользуясь теоремой силовы, сказали, если есть группа порядка 15, в ней есть три силовские подгруппы и пять силовские подгруппы. То есть есть подгруппа порядка 3, есть подгруппа порядка 5. Уже хорошо. Что теперь мы с этими подгруппами можем сделать? А потом мы скажем следующее, что АШ-3 будет заморчено. АШ-5. А АШ-3 будет заморчено. Ну, действительно, если у нас есть группа какого-то простого порядка, то это банально циклическая группа. Да, нет, ну тут в умелом... То есть у нас есть циклическая подгруппа порядка 3 и порядка 5. Следующий шаг. Тогда нужно сказать, что АШ будет АШ-3, наверное, нормально. АШ-3 будет нормально? Ну, у меня на случай, по множеству, не стоит так, что... А почему она нормально? Ну, потому что она хорошо, когда эти дефиксированные... А, в значении, мы знаем, что у нас в нем 0 и Г, это так, иначе я скажу, что в нем g это количество силских подгрупп. Ну, окей. Да. Не, ну, что мы хотим? Мы хотим посчитать количество силских подгрупп порядка 3. Да. А чему оно равно, действительно? Сейчас. что мы помним про количество селских подгрупп что оно должно быть делителем порядка группы на самом деле оно должно быть не просто делителем порядка группа делителем порядка группы деленным на степень соответствующего простого числа это тоже там записано в теоретической части того листочка который был дома в нашем случае мы рассматриваем силовские три подгруппы делителем какого числа должно быть их количество делитель числа 5 правильно да хорошо и получается тогда что вот это число то есть это число селуских подгрупп жарь да оно у нас должно быть не от 2 3 по модулю 3 это 0 1 да мы пользуемся какой там по счету теоремы силу 2 или 3 3 3 3 теорема силу говоришь число силовских подгрупп должно равняться 1 по модулю соответствующего последующего числа простого числа мы рассматриваем простой число 3 говорит что у нас должна быть количество силовских 3 подгрупп равно это 1 по модулю 3 1 4 7 10 и так далее количество силовских 5 подгрупп должно быть 5 1 по модулю 5 уже да до 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 почему она нормально нормально она будет тот когда асинская подгруппа нормально когда она единственная тогда это только тогда а почему она единственная нашу подгруппу h3 почему она единственная было предназначено следующее рассуждение у нас вот это вот ньют она должна равняться один по модулю 3 а кроме того она должна быть делительным числа 5 до даже не 15 опять потому что как мы вообще куда-то второе рассуждение мы действуем на силовской подгруппе сопряжениями у него стабилизатор заведомо содержит ее саму значит орбит количество и в этом элементе равно количество порядка группы же деленное на p в степени к где к это там соответствующая степень для силовской подгруппы ну то есть является ее делителем в данном случае у нас получается что и должно быть делителем пяти какие у делителей пяти равны один по модулю 3 ну их как бы не очень много именно это только единичка а сейчас нас получается что ньютре равняется 1 а что мы можем сказать про не у 5 похоже рассуждение которое состоит в чем то что у нас сколько силовских подгруппы порядка 5 это должен быть делитель числа 3 до еще один по модулю 5 вот тройки тоже просто делители не очень много а именно 1 и 3 по модулю 5 равен только 1 таким образом какой мы можем сделать вывод теперь аж 3 нормально уже до 5 нормально уже нас есть группа мне есть две нормальные подгруппы вот что проверять ну давайте не будем проверять давайте сейчас я расскажу о первых как это можно было сделать чуть другим образом что но ненадолго мы сейчас еще следующую задачу будем решать ну хорошо ладно тогда сейчас а может получится сказать давайте парку да представьте ненадолго а я расскажу что у нас было да мы вот сейчас шли довольно долгими рассуждениями применили теоремы силу доказали что у нас есть группа порядка 15 в ней есть группа порядка 3 нормальная группа порядка 5 нормально ну в принципе там продолжив это рассуждение не трудно доказать что в этом случае мы получаем прямое произведение а прямое произведение группа порядка 3 группа порядка 5 это будет группа по 15 давайте проведем альтернативное решение этой задачи проще 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 но требует вот у нас есть группу порядка 15 в ней есть группа порядка 5 по теореме силы по 1 я назову сразу же н почему я сразу же назвал н эту группу я ее так назвал потому что эта группа наименьшего простого индекса да значит эта группа нормальная ж по н это будет з по 3 з с другой стороны мы знаем что у нас в группе же есть подгруппу аж такая что аж за моста з по 3 з тоже по первой теореме силу что мы получили мы получили что у нас есть нормальная подгруппа z под 5z фактор по которой изоморф на какой-то другой подгруппе который с ней не пересекается это у нас конструкция пол прямого произведения вот значит получаем что же у нас изоморф на z под 5z полупрямо на z по 3 z по 3z какие у нас бывают полупрямые произведения таких двух групп для этого нам нужно посмотреть куда отображать z по 3z в автоморфизме автоморфизм z по 5z как мы уже знаем из того что суждение которое было правее это z по 4z какие есть габаморфизма и z по 3z в z по 4z только тривиальные z по 3z отображается в z по 4z все отправляется в единичку наш нейтральный элемент следовательно следующее полупрямое произведение наше является прямым а значит же это банально z по 5z прям на z по 3z ну то то есть та конструкция полупрямых произведений с которой мы разбирались только что дала нам возможность очень быстро отклассифицировать все в руку порядка 15 а именно все-таки группа белева тоже имеет порядок 15 ну а верно ли это всегда для пока у групп до возникает естественный вопрос вперед-вперед на следующую задачу на задачу про группу порядка 21 до Да. Мы провели аналогичные рассуждения. Сказали, что по теореме Сивова у нас есть группа порядка 7, подгруппа порядка 3. Группа порядка 7, при этом нормально. Значит, у нас выполнена конструкция полупрямого... Кто сравнил с единицей? Ну да, это нам повезло, и сейчас мы увидим, какой за это будет эффект. Почему не повезло? А, хорошо, да. Да. А сколько всего существует отображения разных? Ну, на самом деле их существует 3, потому что у нас элемент порядка 3 должен перейти в элемент, порядок которого является делителем порядка 3. То есть он может отправиться либо в тривиальный элемент, либо в какой-то из двух элементов порядка 3. Но там, если мы отправим в какой-то из двух элементов порядка 3, то группа получится все равно изоморфной. Ну да, 2 и 4, если брать аддитивную нотацию. Да. То есть у нас образующий переходит в ноль, два или четыре. И какие у нас получаются варианты? У нас получается, что мы группу zp3z должны отобразить в группу автоморфизма zp7z, которая у нас изоморфна zp6z. Такое отображение бывает какое? Бывает тривиальное отображение, которое соответствует какая группа? zp21z, правильно. А бывает нетривиальное отображение, которому соответствует группа... Ну, которому на самом деле соответствует группа, которую мы раньше просто никогда не встречали и которая... Ну, наверное, есть у них какое-то название, да. Но люди, которые там непосредственно теорией групп не занимаются, обычно просто обозначают их полупрямым произведением, потому что это самая короткая запись. И понятно, что если здесь граммоморфизм не написано, то в данном случае, наверное, имеется в виду то из полупрямых произведений, которое прямым не является. А такое, как мы видим, есть, в отличие от случая этого. Какой мы можем сделать вывод из этого всего? Вывод такой. Пусть у нас есть группа порядка pq. pq простые и, допустим, p-q. Да? Что мы знали? Что G содержит нормальную группу N. Нормальную, потому что она наименьшего простого индекса. И G содержит нормальную группу какую-то H. гомоморфизм. Значит, заведомо мы можем сказать, что у нас есть полупрямое произведение. G изоморфно. Z по qz. Полупрямо. Z по qz. Для какого-то гомоморфизма. Какие у нас бывают гомоморфизмы? Нам известно, что у автоморфизма z по qz это у нас будет банально z по q-1z. Вывод такой. Если u-1 не делится на p, то никакого нетривиального гомоморфизма z по pz в z q-1 нет. Значит, G просто изоморфно z по pqz в прямом произведении. То есть, для пар простых чисел такое, что если из большего вычисли единичку она не будет делиться на меньшее, существует единственная группа порядка pq. А если u-1 делится на p, то групп 2 в точность у доземорфизма, а именно это z по pqz и нетривиальное полупрямое произведение. Часто в случае, когда у нас образующий переход по 2 по 4, то у нас одинаковую группу получается? Если в 2 разные это, в 2 по 4, то одинаковые. Но это можно просто за счет того, что применим к автоморфизму внешний автоморфизм. Поскольку это автоморфизм, то он задает изоморфизм там всего и так далее. В принципе, несложно это проверить, но у нас так и есть. Здесь у нас разнообразных образующих куда может перейти больше, но все равно все они задают одну и ту же подгруппу. Поэтому там особо никаких проблем не возникает. Вот такая вот у нас классификация групп порядка pq. В частности, мы видим, что всякая группа порядка pq разрешимая. А еще мы видим, что всякой группе pq есть нормальная подгруппа порядка q, где какой-то больше простой делитель, который нормальный. Но это у нас пока что еще три точки, потому что группа порядка pq будет хорошо. Но про них мы и так много всего знаем, что они там разрешимы и так далее. А что если у нас делителей будет больше, чем 2? Допустим, за счет того, что какое-то простое входит в степени. Давайте посмотрим, что возникнет в такой ситуации. Ну я не готов проклассифицировать. Группа порядка 12. Группа порядка 12. Группа порядка 12. Мы сейчас воспользовались третьей теоремой силовы, а также тому факт, что количество силовских групп порядка 3 должно быть делителем 4, а количество групп порядка 2 должно быть делителем, соответственно, не порядка 2, а 2 силовских групп должно быть делителем 3. Так, вроде бы сразу можно исключить его в порядке, но на основании на ваших лицах или на ваших лицах? Сейчас внимательно смотрите, будет прием, который полезен для решения задачи. Как мы в исключим случае? Если у нас внезапно окажется много и тех, и других подгрупп, порядка 3 и порядка 4. Каждая силовская группа, силовская 3 подгрупп, в данном случае это циклическая группа порядка 3. У меня есть два нетривиальных элемента, а всего таких подгрупп 4, причем понятно, что они не пересекаются, потому что они различны. Мы в группе нашли 8 элементов порядка 3, а всего было 12. Значит, от всей группы осталось 4 элемента, порядок которых не равен 3. То есть, случай, когда одновременно 4, 3 силовских подгруппы и 3, 2 силовских подгруппы невозможен. Элементов просто на это нам не хватит. Значит, одна из силовских групп, либо 3 силовская группа, либо 2 силовских подгруппы, может быть, даже обе, нормально. Первое, что мы сделали, это мы посмотрели на прямые произведения, и мы получили хорошо знакомые вам Абелевы группы. Это Абелева группа циклическая, а это не циклическая. Поэтому они не замужны, в частности. Если у нас столько же 3 добавить, то здесь не просто? Лучше ниже писать под ними. Ну ладно. Да. 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 Правда? Во-первых, мы поделаем так. Во-вторых, да. Что мы знаем теперь? В следующем случае мы говорим, что у нас 3-силовская подгруппа, то есть z по 3z, у нас нормально. В этом случае у нас работает, как в предыдущих случаях, конструкция полупривого произведения. Потому что 3-силовская подгруппа и 2-силовская подгруппа, очевидно, не пересекаются, в то же время фактор по 3-силовской подгруппе, очевидно, равен... Да. Тривиальные полупрямые произведения, то есть прямые произведения мы рассмотрели, говорим, что теперь, если у нас есть нетривиальные полупрямые произведения. Ну, вообще говоря, да. Это у нас так. А вот эта вот группа, ничего нам не нравится. Вы понимаете? Вот в этой группе есть центр, на самом деле, да. Потому что мы знаем, что, как минимум, один из элементов вот этих вот z по 2z в автоморфизме отобразится тривиально. А сам автоморфизм – это z по 2z, значит, есть ядро. То есть то, что у нас придет в единичку. В ядре лежит не только единичка, но еще и какой-то из элементов z по 2z. Значит, в частности, он должен тривиально действовать сопряжением z по 3z. Со своей группой он коммутирует и так. То есть есть какой-то элемент z по 2z, который вообще коммутирует совсем подряд. А еще есть группа порядка 6, которая не является абелевой. Да, да. Смотрите. Вот здесь был записан страшный крокодил в названии полупрямого произведения группы z по 3z на z по 2z в квадрате. Воспользовавшись тем, что при отображении z по 2z в квадрате в группу автоморфизма z по 3z, то есть z по 2z, в техническую группу порядка 2, какой-то из этих элементов он отображается в единичку, мы получаем, что эта группа имеет нетривиальный центр. И является таким образом прямым произведением, в данном случае, этого центра на группу порядка 6 не абелевую. То есть с 3 полупрямо на z по 2z. Не полупрямо, а прямо. А такое произведение, как мы показывали на одном из первых семинаров, это у нас просто будет диэнтеральная группа 2z. Для группы, которая называется z по 3z полупрямо, z по 4z, для неё, как и для ранее рассмотренной группы, никакого нормального описания не существует, но зато обратите внимание, что в отличие от этой группы, а даже от групп, которые возникнут чуть-чуть попозже, с ней мы никогда не сталкивались. Вот эту группу порядка 12 мы здесь видим впервые. У нас полупрямое произведение определяется отображением нашей группы h в группу автоморфизмов n. То есть у нас зависит от того, как устроено это отображение. В данном случае у нас группа автоморфизмов n это z по 2z. Какие у нас есть варианты? У нас есть варианты, когда отображение его образ тривиальный, всё отображается в единичку, но в этом случае полупрямое произведение становится прямым. Если, соответственно, отображение у нас нетривиальное, то и полупрямое произведение получается нетривиальное. Группу z по 4z можно отобразить на группу z по 2z. При этом понятно, там будет нетривиальное едо в любом случае. То есть какой-то элемент отсюда будет коммутировать со всеми элементами отсюда. В частности, в группе будет элемент порядка 6, но в ней же будут элементы порядка 4. Точно так, что вот здесь, z по 2z в квадрате, его можно либо тривиально отобразить в автоморфизм z по 3z, то есть z по 2z. Если тривиально, то мы получим прямое произведение. Если не тривиально, но с точностью до того, как мы назовём элементы нашей группы, у нас получится, что один из элементов порядка 2, он отправится в единичку, то есть будет лежать в ядре, а соответственно он будет коммутировать со всей группой. А два других элемента порядка 2, они будут соответствовать нетривиальному автоморфизму z по 3z. При сопряжении им, элементы в z по 3z, нитривиальные, будут переставляться. В общем случае, вот эта штука... А, вот эта запись, разумеется, не задаёт однозначно. Но в тех случаях, когда как бы есть какое-то естественное понимание, что происходит, скажем, здесь вот для такой записи вряд ли мы бы стали писать прямое произведение. Да, когда она всего одна, то, как правило, пишет без каких-то уточнений. Либо когда это ясно и понятно из контекста, о каком именно полупрямом произведении идёт речь. Вот. Да, z по 2z, а значит? А значит, у нас есть только 2 два призма? Сколько отображений во втором призме? Ну, два включая, которые не реальны. Нет, оно только 3-дорогие. z по 3z, z по 2z. Мы можем отобразить единственным способом. А если тут получается, это будет прямое определение? Конечно, это всегда прямое определение. В случае можно вычеркнуть, потому что мы его уже записали ранее. А здесь тоже самое? А здесь... z по 2z в квадрате мы находили в самом начале уроки, вспоминали, что это такое. z по 2z в квадрате содержит 3 нетривиальных элемента порядка 2, да? Эти элементы можно как угодно переставлять. s3, да. Можно ли z по 3z нетривиально отобразить в s3? Выглядит так, что можно. Выглядит так, что можно. Там вот квадрат. Ну... мы отображаем вот эту z по 3z в группу афтоморфизмов вот этого, то есть s3. То есть мы циклическую группу порядка 3 вкладываем в s3. у нас 2 и с 1. У нас есть 2 и с 1. Ну 2, да. Но на самом деле... Ну они как бы... Гомоморфизмы различные, но образ один и тот же и с точностью до замены образующих z по 3z получается тоже одно и то же. Вот, а что это за группа? У нас есть группа порядка 12, да? Вот, циклические, какие-то арбелевые группы мы уже все выписали и видим это. Вот про эту группу я там сказал, что мы ее не видели никогда, потому что это вот не арбелевая группа, которая есть примерно порядка 4-6. Раньше мы такие не встречали. Про эту группу мы выяснили, что это D6. А вот эта вот группа, это кто такой на самом деле? В общем, не A4. Это A4. А вот эта зеркала зеркала, получается, где 1, 2, 3, 4? Ну, если мы запишем это как изоморфизм с группы A4, то это будет группа клеенная. Это 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3. Ура! Смотрите, что мы получили. Мы получили, что у нас есть ровно 5 с точки зрения дезоморфизмов, группа порядка 12. Вообще утверждение такое, как бы оно изначально не очевидное и не тридиальное, но воспользовавшись теоремой силой различными приемами и накопленными знаниями, мы смогли это сделать. Вот зачем они нужны, теоремой силой. Спасибо. Так, время наше потихонечку подходит к концу, а мы еще не дошли до конца домашнего задания. Давайте посмотрим, что еще мы можем делать при помощи теорет силы, какие вещи доказывать. Вот у нас было домашнее задание, три номера подряд, которые выглядят практически одинаково. Там были прогруппы 2p , 3p и 4p . Про них мы хотели узнать, разрешимы ли они. А, есть группа, которая изоморфна, это порожденная 1,2 и 3,4. Но она, во-первых, ненормальна, а во-вторых, она плохо устроена в том плане, что у нее нельзя сопряжением любой элемент перевести в любой другой. В ней перестановки имеют различные циклические типы. Поэтому вот v4, как я объяснял, она называется именно вот эта вот подгруппа, группа перестановок, которая порождается вот этими парами 2 циклов. То есть это вот зарезервирование названия, и когда группа порядка 4, не циклическая, встречается где-то абстрактно, а петь обычно ее все-таки записывают как z по 2z в квадрате. По крайней мере, если элементы в ней по какой-то причине с разной точки зрения имеют разную природу. Ну скажем, когда у нас есть на плоскости две симметрии и поворот на 180 градусов, то такую группу v4 лучше не обозначать, потому что там в них элементы имеют совершенно разную природу, и чем бы на такую группу не действовать, как бы на нее смотреть, там поворот перевести симметрию мы не сможем. Вот, группа порядка 2 пуската. Почему такая группа разрешена? Кто-нибудь может сказать устно? С тех, кто еще не выходил к заскану. Подгруппа порядка pk начинается. Ну да, мы пользуемся теоремой силой, говорим, что есть подгруппа порядка pk. Это подгруппа нормальная, потому что это подгруппа наименьшего простого индекса. Следовательно, у нас получается, что есть jpn zp2z и есть np-группа. Если у нас есть какая-то нормальная группа, которая является разрешимой, и фактор, который по ней является тоже разрешимой, то группа, которая была вначале, также является разрешимой. А еще, в частности, мы попутно доказали, что в группе 2p-степеняка она не является простой, не есть нормальная группа. Что происходит, если группа... А? Это p-группа, p-группа разрешима. Мы это доказывали. Ну там центр нетривиальный есть. Мы можем брать вот это вот наше рассуждение про фактор и образ и повторять его, а в p-группе мы всегда умеем находить вот эту вот группу порядка p, которая является нормальной. Просто как по группе центра ее берем. Если p больше трех, то то же самое. Если p-рагмотром, то p-рагмотром? Если p больше трех, то аналогично, потому что, опять же, подгруппа наименьшего простого индекса. Если p-рагмотром, то p-рагмотром, то можно рассмотреть действие при тем, что p-рагмотром, pоравняется 2. У нас есть группа порядка 3 на 2 степени к. мы смотрим силовские два подгруппы. их число по первому должно быть нечетным с одной стороны с другой стороны это число у нас должно быть делителем 3 потому что как мы получили утверждение что количество силовских п подгрупп должно быть делителем порядка группы освобожденная от п в степени к их одна или три если силовские два подгруппы одна то эта группа нормальная и опять же мы скатываемся в то же самое рассуждение а что есть в силовских групп 3? ну, может распределить действие на силовские две группы да группа g действует нетривиально на силовских группах два силовских а группа у нас силовских 3 значит есть гомоморфизм гомоморфизм g в с3 вот такая вот вещь если у нас есть гомоморфизм g в с3 значит у этого гомоморфизма вообще говоря есть какое-то ядро да, и гомоморфизм это не тривиальный гомоморфизм что важно вот а если есть ядро то как минимум мы можем запустить индукцию потому что есть разрешимая группа а значит мы можем доказать что ядро является разрешимой группой опять же ядро является либо два группы либо три группы либо три на два ступня k штрих, где k штрих меньше, чем k. Собственно, вот шаг мы сделали. Мы нашли нормальную подгруппу какую-то, которая является ядром этого отображения. А дальше уже дело техники. Вот такое рассуждение при помощи действия. Давайте еще раз поймем, чего мы делаем. Мы говорим, что у нас есть два подгруппы, либо она нормальная, либо их три. Значит, говорим, если их три, то они все сопряжены, значит, группа действует в сопряжении на множестве из трех элементов. Действие на множестве из трех элементов это некоторое отображение подгруппу S3. Потому что множество из трех элементов мы можем переставлять. На самом деле, кроме того, мы можем сказать, что там образ заведомо содержит элемент порядка 3, потому что действие транзитивное. Всякие две сопряжены. Соответственно, получается, что здесь есть нетривиальная нормальная подгруппа, есть образ, который является разрешимым. Значит, эта группа сама разрешила. 4PK. Как будем рассуждать? Какие мы будем рассматривать подгруппы? В смысле? Ну, у нас нетривиальные случаи, когда P это 3. Можно снова распределить действие на... Ну, мы говорим, что если... Для начала, что если P больше 1,5, то тогда вот это... Какая у нас подгруппа? Сейчас. Почему нетривиальный случай, когда равен 3? Ну, потому что тогда у нас количество сельских подгрупп может быть 4, и это будет равен 3. А. Ну, ладно. Значит, что мы смотрим? Давайте подробнее. Мы смотрим на сельские P-подгруппы. Таких подгрупп у нас может быть сколько? Но это должен быть делитель числа 4, как мы поняли. Их 1, 2 и 4. 2 не может быть, потому что 2 не равно 1 ни по какому простому модулю. 1, если это одна сельская подгруппа, то она нормальная, и рассуждение аналогично всему, что было раньше. Если их 4, то, с одной стороны, мы знаем, что P равно 3, но это даже не так уж и важно. Потому что, как и в предыдущем случае, у нас есть 4 сельских подгруппы, значит, есть отображение в S4. Таким образом мы получаем, что есть какое-то нетривиальное ядро этого отображения, и мы можем дальше включить индукцию. Вот так. Что у нас? А, у нас есть 3 минуты и группа порядка по квадрату. Что у нас про PQ квадрат? Там все слои сэкоразобраны на свечке. Да не все, не все. Давайте про PQ квадрат. Коротко. PQ квадрат – это у нас количество элементов в группе. Значит, что у нас бывает? У нас бывает, что если Q больше, чем P, то сельская Q-группа нормальная. Нормальная она, потому что она будет иметь наименьший простой индекс. Значит, будем считать, что у нас P большого, что P больше Q. Предположим, такую ситуацию. Давайте посмотрим на количество силовских P-групп. Или P-силовских групп. Ну ладно. Ответ такой, что их будет делитель числа Q квадрата, как мы рассуждали это. 1, Q или Q квадрат. Значит, в случае, если это 1, то мы побеждаем, потому что мы нашли нормальную подгруппу. Индукция дальше. Если это Q, то Q-1 делительница на P, что весьма-весьма противоречит вот этому вот факту. Противоречие. Наконец, если их Q квадрат, то сколько у нас будет элементов... Если Q квадрат, то будет Q квадрат на P-1 элементов порядка P. Q квадрат минус 1 делительница на P, да. Такое бывает. И отсюда следует то, что Q равно 2 и P равно 3, либо P равно 2, либо P равно 1. То есть там два случая. Q квадрат минус 1 делительница на P. И это правда работает? Ну хорошо, ладно. Вроде работает, применим другой метод. Вот, Q квадрат P минус 1 элемент в порядке P. Их много. Значит, других остается всего Q квадрат. Если других элементов остается Q квадрат, то для силовской Q группы есть только вот одна возможность, а именно взять, занять с собой все эти Q квадрат элементы. Значит, она единственная, значит, она нормальная. Вот такая вот задачка. Ну что же, мы почти научились решать всю задачу про разрешимость группы порядка 60. Видимо, на дом я задам оставшиеся случаи, и мы их разберем прямо в начале следующего семинара. А на сегодня, кажется, все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...